В избирательном участке номер 130, расположенном в 4-й гимназии, ажиотаж наблюдался с самого открытия. Стройными рядами пришли голосовать военнослужащие, пенсионеры спешили сделать выбор до отъезда на дачи. Лично я очень хотел бы, чтобы все-таки новые депутаты пересмотрели бы вопросы заработной платы и учреждениях, и предприятиях, и пенсионерам, конечно. К 10 утра, когда явка на участке уже перевалила за 10%, а детский хор запел о России, исполнить свой гражданский долг пришла временно исполняющая обязанности губернатора Наталья Жданова. В кабинке размышляла недолго, голосовала за достойных кандидатов от нашего края. Особых планов на остаток дня выборов не строила. Посмотреть, как в других районах края происходит избирательная кампания, смотреть, сравнить с другими субъектами, с Камчаткой, где уже вовсе идет. Вот, ну и рабочие, домашние планы. Жизнь продолжается. А пока избиратели неспешно подтягивались на участке, в штабах партии вовсю кипела работа. Борзинская, 10 290. Со всего края наблюдатели от каждой партии собирали и передавали информацию о явке, возможных нарушениях и результатах опросов. Без замечаний, без нарушений. Ага. Все хорошо, если что, все сразу. По 211, там в чате 265 ехали. А вот в штабе «Справедливой России» никого нет. Все разъехались по избирательным участкам. Разумеется, в каждом штабе болели именно за своих. Из-за полу пока молчат. К полотню избирателей на участках прибавилось, однако ненамного. Голосовать, как обычно, пришли самые ответственные. Я потрясла, родины, военнослужащие, так что для нас, как сказать, для многих военнослужащих. Вот сейчас ко мне зашли, говорят, где ты сможешь прийти? Или мы тебе тут дадим проголосовать? Я говорю, нет. Я пойду, потому что мне надо и купить чего-нибудь. Чего-нибудь охотнее всего покупали представители старшего поколения. Говорят, больше по привычке. Ведь сейчас колбаса и фрукты не дефицит. Да и стоят не дешевле, чем в магазине. В целом, выборы в Забайкалье прошли спокойно, даже скучно. Явка так и не перевалила за 40%. А результаты никого не удивили. Алена Ведерникова, Евгений Погорелый, Максим Лобачев, ЗАПТВ. Продолжение следует...